Вместо белого халата красивое платье, а вместо перекуса на бегу домашний ужин. Редкий выходной заведующая поликлиникой номер 7 Ирина Спирина может провести в кругу родных. Накануне нашей встречи семья вернулась с дачи. Привезли немного урожая. Смотрю, малина падает. Думаю, ну хотя бы что-то я должна сделать на даче. Хотела бы ее собрать. Ну в общем, собрала малины и как раз получилось набирать. Впрочем, по словам домочадцев, на их столе всегда вкусные блюда. На кухне Ирине Алексеевне нет равных. Мантры очень вкусно готовят. Она прям такая система на порогах. Вот щекают. Они прям сочные. Привязательно, посмотрите. Правда, времени на домашние хлопоты сейчас едва ли хватает. С начала пандемии работы прибавилось. Дома Ирина Алексеевна почти не бывает. Иногда бывает даже дни, недели, что она и субботу с ксенером работает. Без выходных вообще. Поэтому мы понимаем, и темно понимаем. Я понимаю. Близкие поддерживают Ирину Алексеевну. Стараются во всем ей помогать. Муж Александр, например, взял на себя часть домашних обязанностей. Начал по дому ей помогать. Где-то убраться, где-то там пыль потенет, пропылесосик. Поэтому я считаю, что это нормально. Я еще изолировал. Ну, да, семья, как говорится, по-моему, должен помогать друг другу. Сын тоже не остался в стороне. Говорит, видя, как сильно устает мама, предложил ей свою помощь на работе. Сейчас молодой человек заполняет карты вакцинированных в поликлинике. Я теперь понял, что у нас с ним стоит. Мне серьезно, очень эмоционально, очень высасывают люди эту энергию. Когда приходят, спрашивают, там все это, не понимают, и ты все время повторяешь, повторяешь, как уже, как конец, не уставший. Да, это думаю. Желающих вакцинироваться много. Ежедневно только в поликлинику за прививкой приходят более ста химчан. На днях медики зафиксировали рекорд – 229 человек за день. Потому, говорит Ирина Алексеевна, помощь как нельзя, кстати. Сначала надо в МИАС электронную карту сформировать. Туда занести все данные – паспорт, полис, МИЛС, прописка, проживание. То есть все-все-все данные для того, чтобы карта сформировалась. Потом записать запись врачебную сделать, и после этого запись вакцины сделать. То есть по времени технически это достаточно долго. Врачи поликлиники сейчас работают на износ. С приходом коронавируса пациенты, которым необходима амбулаторная помощь, никуда не делись. Люди также нуждаются в осмотрах и лечении. Нагрузка увеличилась в несколько раз. Управляемся. Спасибо руководству. Спасибо Ирины Алексеевны, нашей заведующей. Она все вместо всех врачей, она тоже прививает, принимает и уколы ставит. Спасибо ей огромное. Сейчас Ирина Спирина совмещает сразу три вида деятельности. Руководит медучреждением, принимает пациенток как врач-гинеколог и проводит выездную вакцинацию населения против COVID-19. Я им помогаю как могу, потому что я не могу спрятаться за их спинами, я иду вместе с ними. Была вот, опять-таки, хочется им немного передохнуть, отдохнуть. Они у меня, по сути дела, получается, надо в лиге медсестра и врач. Здесь выездные медсестра и врач. Здесь медсестра и врач. При этом никто не отменял плановую помощь. Терапевт должен вести прием, медсестры должны обеспечивать и процедурный кабинет, и обеспечивать пост. То есть как-то надо так распределиться, чтобы не было в ущерб населению. Несмотря на колоссальную усталость, Ирина Алексеевна находит в себе силы идти дальше. Она уверена, вместе, всей своей большой командой докторов, им удастся победить пандемию и вернуться к нормальной жизни. Как у вас силы находятся на это все? Не знаю. Не знаю, но надо им помочь. Никому не отказываюсь. И все беру, все мои.